Петербуржцы всегда считались самыми читающими в стране. Творчество каких писателей выбирают жители города сегодня? Стивен Кинг, Казик Азимов и Артур Кларк. Закон Пасмена. Ой, я давно уже этого ничего не читал. Давно. Со школьных лет. Ну вот и с последнего мне очень нравится Реверта. Советую почитать. Спасибо. Город читает, но поддерживать интерес к мировой литературе все же приходится общими усилиями. Именно такая очень ответственная миссия выпала на долю проекта «Читающий Петербург. Выбираем лучшего зарубежного писателя». В библиотеке имени Владимира Маяковского 9 марта подвели его итоги за прошедший год и назвали имена номинантов на 2016-й. Центральная городская публичная библиотека Маяковского – единственная библиотека в городе, которая обладает огромным уникальным фондом книг на иностранных языках. Эта библиотека открыта для читателя. Она все, чем обладает, она старается дать читателю руки с тем, чтобы он познакомился с этими книгами. Фонд библиотеки насчитывает 101 язык. И международный проект восьмой год подряд объединяет современных писателей Европы, США и Латинской Америки. По итогам народного голосования призерами стали писатели из Нидерландов, Австрии, Германии и США. Первые места заняли Кристоф Симон из Швейцарии и Диан Лучич из Сербии. Конечно, это был прогнозируемый интерес к Сербии, к сербской литературе, к культуре. Он в нашей стране очень высокий, особенно в последнее время. Могу сказать, что посольство Китая в Сербии отметило также этот роман «Китайская миссия». Он получил заслуженную награду. Из России это будет первой. Мы надеемся, не последняя. Также были объявлены писатели-номинанты нового этапа проекта. А завершилось мероприятие награждением победителей читательских конкурсов. За переводы и рецензии студенты получили памятные подарки. Народ читает, народ обсуждает, народ читает много. Я могу сказать, что наши читатели очень любят и американскую литературу, и скандинавскую литературу, и литературу Латинской Америки. Задача нас, библиотекарей, и задача нашего проекта – познакомить вас, молодежь, с достойными авторами, с достойной литературой, чтобы интересно было читать, не знаю, не только дамский роман или то произведение, которое уже широко разрекламировали книжные магазины, книготорговые сети. Поэзия вся, езда в незнаемое, говорил Владимир Маяковский. Так можно сказать и о всей литературе. Останется ли Петербург читающим городом? Зависит только от нас. Продолжение следует...